В минувшие выходные около полусотни машин-активистов авто Майдана проехали по улицам города. В этот раз маршрут автоколонны проходил по Большому фонтану. Далее машины двинулись в сторону поселка Котовского. С водителями общалась Алия Замчинская. Водители живо интересуются событиями в Киеве. Многие из них не раз побывали на столичном Майдане. Жалобы городских и областных властей президенту с просьбой навести порядок в стране Геннадий считает ненужными. Это не мнение одесситов. Это мнение верхушки, тех депутатиков, которые сидят и держатся за кормушку. Им, конечно, не хочется, чтобы что-то менялось. Их все устраивает. Им хорошо. Первая остановка в маршруте – восьмая станция Большого фонтана. Море здесь такое же неспокойное, как и ситуация в стране. Активисты хотят расшевелить местных олигархов. Я хочу, чтобы были честные суды. Я хочу, чтобы милиция защищала народ, а не преступников. И люди, которые получили власть, они неправильно пользуются, они не умеют ей пользоваться. Я хочу, чтобы власть была делегирована народом, менеджером, а не царькам. Власть объявила реальную войну своему народу, и людей убивают. Это невозможно. Жизнь такой властью, обратного пути нет. Если мы сейчас разойдемся, это будут гулаги, это будет Сталинщина. На прошлой неделе неизвестные разбили несколько машин-активистов. Вячеслав – владелец самого пострадавшего авто. Мы замотали скотчем фары, пока не удалось найти их, чтобы поменять. Но, как я и говорил, мы присоединимся этими какими-то подлыми действиями. Нас не запугать, а на самом деле, наоборот, больше людей будет присоединяться, потому что власть просто показывает свое лицо. Этот автопробег как надежда на лучшее, надежда на перемене. Слава Одессе, слава Украине. Вы видите, сегодня больше машин, чем неделю назад. Сегодня около 40 машин, поэтому все нормально у нас. Если власть не прекратит свои беспредельные вещи, то завтра встанет уже вся Одесса. Если ничего не поменяется, мне придется отсюда уезжать. Я не хочу. Я хочу жить здесь, это моя родина. Я отношусь плохо к этому всему, отношусь плохо к власти, потому что это все на их совесть. Если бы они пошли на уступки, когда надо было, жертвы просто бы не было. Они не хотят слезть со своих золотых унитазов. Такие автопробеги уже стали регулярными. Каждую субботу на Куликовом поле собирается все больше и больше водителей, желающих высказать свой гражданский протест. Если у вас нет авто, все равно приходите. В каждой из машин всегда есть место единомышленнику. Алия Замчинская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». Руслан Акаев, телекомпания «Круг».